Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Они же, засвидетельствовавшие и проповедавшие Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Иоанна Святое Благовествование Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Рече же им Иисус, «Аз есть хлеб животный, гряды ко Мне не имать залкатися, и веруя в Меня не имать жаждатися никогда же. Но рех вам, як уявите с Тима и не веруете, все ежедас Мне Отец ко Мне приидет, и грядущего ко Мне не из жену вон, яко с недок с небесе не дотворю волю Мою на волю пославшего Меня Отца. Все же есть воли пославшего Меня Отца, да все ежедас Мне не погублю от Него, но воскресу Я в последний день». Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна Стихи 31-34 Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, «А Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Ненапрасно мы говорили, что они просят знамения, как рабы чрева. Таково было чудо над хлебами. Вот они и вспоминают о манне, а не о другом каком-нибудь чуде, над египтянами или совершенным, или над чермным морем. Желая возбудить его совершить такое чудо, которое могло бы напитать их плоть, они напоминают о манне по крайнему чревоугодию. Что же отвечает им неиспытанная премудрость Божия, Господь наш Иисус? «Не Моисей дал вам хлеб сей», то есть Моисей не дал вам хлеба истинного, но все бывшее тогда служило образом того, что совершается ныне. Так Моисей представлял образ Бога, истинного вождя мысленных израильтен. «А хлеб он и прообразовал меня, который сошел с небес, который истинно питает и истинно существует». Называет себя хлебом истинным не потому, будто манна была ложна, но потому, что она была образом и тенью, а не самою истинною. Ибо единородный Сын Божий, сделавшийся человеком, есть в собственном смысле манна поразительное слово и слышание. Манна значит, что это? Ибо евреи, каждый, увидевший ее во множестве, выпадшую около своей палатки, пораженные необычайностью и странностью видения, спрашивали друг друга, что это? И Господь, Сын Божий, стал человеком. И Сам есть поражающая всех манна, так что каждый в недоумении говорит, что это? Как Сын Божий и Сын Человеческий? Как из двух противоположных естеств одно лицо? Что это за таинство? Итак, сей хлеб, по естеству, будучи жизнь, как Сын Живого Отца, творит свойственное Ему, оживляет все. Как хлеб земной поддерживает слабое естество плоти и не попускает разлагаться, так и Христос действием Духа оживляет душу, да и самое тело поддерживает в нетлении. Ибо Христом даровано естеству человеческому восстание и из мертвых, и нетление тел. Но иудеи, еще занятые чревом и всецело будучи земными, понимают слова сия о хлебе чувственном и говорят «дай нам такого хлеба». Безумствуя таким образом, они обличали себя. Всегда говорят «подавай нам такой хлеб». Говорили это и по сребролюбию. Чтобы нам не употреблять своих денег на приобретение пищи, подавай всегда этот легко получаемый хлеб. Стихи 35-38 Иисус же сказал им «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Так как иудеи, как земные, думают, что Господь говорит о чувственном хлебе, и потому настойчиво просят Онова, Господь обличая их и показывая, что они стремились к Нему, доколе предполагали чувственную пищу, а когда узнают, что она духовная, то уже не побегут, говорит «Я есмь хлеб жизни». Не сказал «хлеб пищи, но жизни». По велику все было умерщвлено, то оживил нас сам собою. Он есть хлеб. По велику мы веруем, что закваска человеческого смешения испечена огнем божества. Хлеб жизни непростой, обыкновенный, но особенный и непресекаемый смертью. Верующий в такой хлеб не будет алкать, не будет терпеть голод, слыша не Слово Божие, и не будет иметь разумной жажды, бывающей от неимения воды крещения и освящения духа. Ибо некрещенный имеет жажду и большую сухость, не участвуя в святой воде, возрождающей душу, а крещенный, имея духа, всегда от него оживляется. Показывая же, что вера в него есть дело не случайное, но дар Божий, подаваемый от Отца достойным и благонравным по сердцу, говорит «все, что дает мне Отец, ко мне придет». То есть те будут веровать в меня, которых дает мне Отец, «А вы, иудеи, как недостойные, не даете с мне от Отца, потому и не приходите ко мне. Ибо вы не имеете правого сердца, чтобы Бог и Отец, возлюбивший вас, привел к вере в меня. А я, приходящего ко мне, не изгоню вон, то есть не погублю, но спасу, и доставлю ему много наслаждения. Ибо я сошел с неба не за тем, чтобы делать что-нибудь иное, кроме воли Отца». Говорит это, чтобы узнали, что непринимающий его противен Богу, как противящийся воле Отца. Так как они его называли противником Богу, то он обвинение сей обращает на них и говорит, хотя неявно, не принимая того, кто следует воле Отца, вы делаете с противниками Богу. Где здесь не истории, говорящие, что Христос оббоготворен после воскресения? Разве не слышишь, несчастный, что он сошел с небес, а сошедший с небес, очевидно, был непростой человек, но Бог, ибо простой человек не нисходит, а иногда восходит на небо, когда Бог дарует ему сие за добродетель. По элику же схождению Господа предшествовало воскресению, то сам он и сошел с небес, как Бог, сошедший для вочеловечения, и вошел на небеса с плотью, как человек, где прежде был, как Бог. Итак, Христос не простой человек, обоготворенный впоследствии, как пустословил Несторий, но предвечный Бог, вочеловечившийся в последние времена. Стихи 39-40 Постоянно говорит «Отец мне дал» для того, чтобы поразить сердца их, и чтобы они узнали, что они недостойны этого дара Божия. Ибо если Отец дает веру в Христа, как нечто великое, а они ее не имеют, то, очевидно, они лишились дара Божия. И так я, говорит, не погублю тех, которых дает мне Отец, то есть верующих в меня, но воскрешу их, то есть удостою светлого воскресения. Воскресение двоякого рода. Одно – общее и вселенское, которым воскреснут и все грешники, а другое – которым воскреснут одни только праведники, восхищаемые на облаках по воздуху навстречу Господу и встречающие Господа с дерзновением. Сие последнее воскресение Павел называет возвышением по причине поднятия от земли. Ибо грешники, хотя воскреснут от гробов, но не поднимутся от земли на воздух, а останутся внизу, как осужденные. Посему праведники и воскреснут, и поднимутся восхищаемые на облаках навстречу Господу, а грешники только воскреснут. Господь, объясняя значение слов «ничего не погублю из того, что дал мне Отец», выражает ту же мысль другими словами, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Ибо Он говорит не иное что, как то же, что сказал выше. Слова «все, что дал мне Отец, тождественны со словами «всякий видящий Сына и верующий». А слово «не погублю» тождественно со словами «имеет жизнь вечную». Часто упоминают о воскресении для того, чтобы люди не ограничивали промысел Божий одним видимым порядком дел, но знали, что есть и иное состояние, когда они несомненно получат награды за добродетель и не оставляли течения к добродетели из-за того, что в настоящей жизни не обнаруживается воздаяние. Субтитры создавал DimaTorzok есть второе возрождение от Бога. И то дарование, которого залог прияли мы от веры, приемлем покаянием. Покаяние есть дверь милости, отверстая усильно ищущим его. Сею дверью входим в Божью милость. Кроме этого входа не обретем милости. Пси-бо, по слову Божественного Писания, согрешиша, оправдаеми туни благодатью его. Послание к римлянам, глава 3, стихи 23 и 24. Покаяние есть вторая благодать и рождается в сердце от веры и страха. Страх же есть отеческий жезл, управляющий нами, пока не достигнем духовного рая благ, а когда достигнем, тогда оставит он нас и возвратится. Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами, где блаженный Павел напитался приестественную пищу, и, как скоро вкусил там плода с древа жизни, воскликнул, сказав, «Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим Его». Первое послание к римлянам, глава 2, стих 9. Плоды древа сего Возбранены Адаму по умышлению дьявольскому. Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам, и с тех пор не встречала уже его радость, но работал и трудился он на земле терний. Лишенные любви Божией, если и по правоте ходят, едят тот хлеб пота в делах своих, какой повеленный есть первозданному по падении его. Пока не приобретем любви, дело не наше на земле терний. И хотя сеяние наше бывает сеянием правды, и сеем, и пожинаем мы среди терний, и ежечасно уязвляемся ими, и что ни делали б к своему оправданию, живем в поте лица. А когда обретем любовь, тогда станем питаться небесным хлебом и укрепляться в силах без работы и труда. Небесный хлеб есть Христос, сшедший с небесе и даяй живот миру. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 33. Это есть пища ангельская. Кто обрел любовь, тот каждый день и час вкушает Христа и делается от сего бессмертным, ибо сказано, «Кто снесть от хлеба сего, его же ас дам ему, смерти не узрит вовеки». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. Блажен, кто вкушает от хлеба любви, который есть и Иисус. А что вкушающий любви вкушает Христа, сущего над всеми Бога, осен свидетельствует Иоанн, говоря, «Бог любый есть». Первое послание от Иоанна, глава 4, стих 8. Наконец, живущий в любви, плодоприносит жизнь от Бога, и в этом еще мире, в ощущаемом здесь, обоняет он и воздух воскресения. Сим воздухом насладятся праведные по воскресении. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусят ее в царстве Его. Ибо сказанное «Доясте и пиете на трапезе царствия моего». Евангелие от Луки, глава 22, стих 30. Что иное означает, как «нелюбовь»? Любви достаточно к тому, чтобы напитать человека вместо пищи и питья. Вот вино, веселящее сердце человека. Блажен, кто испиет вина сего. Испили его невоздержные и устыдились. Испили грешники и забыли пути преткновений. Испили пьяницы и стали постниками. Испили богатые и выжилали нищеты. Испили убогие и обогатились надеждою. Испили больные и стали сильны. Испили невежды и умудрились. Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, Так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем Можем прийти только на ладье покаяния, На которой есть грибцы страха. Но если сии грибцы страха Не правят кораблем покаяния, На котором по морю мира сего Приходим к Богу, То утопаем в этом смрадном море. Покаяние есть корабль, А страх его кормчий. Любовь же Божественная пристань. Поэтому страх Вводит нас на корабль покаяния, Перевозит по смрадному морю жизни И путеводствует К божественной пристани, Которая есть любовь. К сей пристани Приходят все труждающиеся И обремененные покаянием. И когда достигнем любви, Тогда достигли мы Бога. И путь наш свершен. И пришли мы К острову тамошнего мира, Где Отец, Сын и Дух Святой. Ему слава и держава, И нас страхом своим Досоделает достойными славы И любви Его. Аминь. Живы в помощи Вышнего, В крови Бога Небесного дворица, Речет Господи, Заступник мой сии, Прибежище мое, Бог мой уповая на Него, Я готов избавить тебя От сети ловча, От славися мятежно. Плечма своем осенит тебе Под крыле Его, Надеющийся оружием обыть тебе Истина Его. Не убоившись от страха Ночного стрела летящего дни, Отвечив от неприходящего, От срящего и бесополуденного. Подет от страны твоя тыща, И тьма деснует тебе, К тебе же не приближится. Абача от чима твоим Осмодришею, Воздаяние грешников узриши, Яку ты, Господи, Упование мое, Вышнего, Положилось и прибежище твое, Не приид к тебе злой, Рано не приближится Те лиси твоему, Яку ангелам своим заповесю тебе Сохранить я во всех путях твоих, На руках возму тяда, Никогда предкнеша камень ногу твою, На аспида и усилийска наступиши, И попереши льва и змия, Яку намя уповая, Сбавлю и покрыю, Яку познай имя мое, Возовет ко мне услышу Его, Сними в скорби и зму Его, И прославлю Его, Долготую дни исполни Его, Явлю ему спасение мое, Возведох, Отче мое в горы, Отнюду же приедет помощь моя, Помощь моя от Господа, Сотворшего неба и землю, Не дашь во смятение ноги твоей, Я ниже воздремлет, Храняй тебя, Все не воздремлет, Ниже уснет, Храняя Израиля, Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, Во дни солнце не ожет тебе, Неже луна ночью, Господь сохранит тебя от всякого зла, Сохранит душу твою, Господь, Господь сохранит вхождение твое, Исхождение твое от ныне и до века, Отче наш, Ижи и си на небесе, Да светится имя твое, Да приедет царствие твое, Да будет воля твоя, Яка на небесе и на земле, Хлеб наш насущный дашь нам днись, И остави нам долги наши, Яку же им мы оставляем должником нашим, И не веди нас во искушение, Но избави нас от лукавого, Господи, дай мне с душевным спокойствием Встретить все, что принесет мне наступающий день, Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой, На всякий час сего дня Во всем наставь и поддержи меня, Какие бы я не получал известия в течение дня, Научи меня принять их со спокойной душою И твердым убеждением, Что на все святая воля Твоя, Во всех словах и делах моих Руководи моими мыслями и чувствами, Во всех непредвиденных случаях Не дай мне забыть, Что все неспослано Тобой, Научи меня прямо и разумно действовать С каждым ближним моим, Никого не смущая и не огорчая, Господи, дай мне силу Перенести утомление наступающего дня И все события в течение дня, Руководи моею волею И научи меня молиться, Верить, надеяться, терпеть, Прощать и любить. Аминь. Веселитесь, о Господе, И радуйтесь, о праведни. Веселитесь, о Господе, И радуйтесь, о праведни. И радуйтесь, о праведни. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»